я кажется вчера пил пиво вечером ребят но такого не обещал я вроде все понятно пил нас только до усрачки что же не помнишь ничего классика так ну что last pick ты знал они знали но классическая история про и балдрафт бери алхимика и надейся что он накачается ну что может и накачается кто знает если вдруг как-то пойдет line хорошо то можно поиграть и вот опять проблема это вот смотришь на алхими клич и sky mac и понимаешь что если бы в оффлейн взять бы героя который мог бы там минутки две-три как-то попердеть то что визаж не может соло то может было бы такой триплой прийти две-три минутки постоять просто убить там не знаю пугну пару раз или тайда выгнать их дать алхимику там free farm он бы себе купил бы что-то и фызы бы взял там пт не знаю там пофиг что наоборот 2 3 уровень и потом можно было бы уйти и алхимик дальше кайфовал но современные дотеры почему-то подобные простейшие вещи почти всегда игнорируют ты знаешь команду которая начинал свой путь с того что часто ставил триплы вот таким вот образом на пару минут побеждала нет очень близко гладиаторы да они постоянно ставили триплы вот еще до того как гладиаторы стали мейнстримом я смотрел их западной европе когда они там еще не были фаворитами всего и вся не повыгрывали турниров они очень часто использовали идею поставить трипл линии на пару минут чтобы проигрышный матчап исправить бренд это вроде очень просто но почему-то как будто бы запрещено так спирит у нас ребят фаворит но она и понятно но будьте аккуратны то если будьте бдительны потому что тут эти фавориты бэт бум против блин вчера тоже были фавориты а что на деле 2-0 и полетели возможно в лузера кстати сегодня если погнать гладиатором есть вероятность упасть в лужера у бэт бумов будет неприятно они все равно не собираются использовать фишки вот были бы порталы а прям вот у т-1 вышки вот бы были портали между вышками значит один нахуй и так палас 90-ой ранг чисто от себя немножко скинул бобс 52 ранг тина 168 шанг 124 карла 123 етора 15 клапстер 4 мира 70 мипошка 149 и ларл нулевой у мипошки был 125 или типа того да подслил он стал 49 значит что-то нарабатывать нарабатывает нарабатывать экстравагантно а что на рамках потому что на своих сигнах он бы не сосал угнула нарабатывает у нас или на ком тут мипошка вообще играет у нас тут на пугни скорее всего а может и . как как символично ухты рисунок пошел но не работает так ребят здесь важно сможет ли ларл отжарить боба о пивка наливают как им пизда обоим здесь не ой карло почти ну типа вижу этот ушел вообще там на пищечке да сожрал чтобы не сгореть граната и в итоге коллапс но line пропушивается в сторону их экзекрешном сейчас лишь вернется должен хилк принести палосу они бы там померли ну вот при их драфте у них должна быть именно такая ситуация по натвор сам что алхимик 11 ты сейчас ларк 7 ну или хотя бы 8 вот визаж смущает только во всем этом деле ну да будь один алхимик 11 а визаж был бы там 6 оба рам вага по шансу умирает шанс ну чё дух саппорт в теряют как-то немножко выглядит сейчас потерянно что суши это не потерянный это алхимик кач а вчетвером стараются так они не вчетвером если они были бы вчетвером не fit но я имею ввиду эти двое и те твое стараются попарно не fit у одних получилось у других нет так сейчас алхимик он высвется с чем-то ну я так понимаю ради бкб блин алик бкб блин типа того да так не башка сейчас может быть погибнет за ним погоня минки откидывается и все просто можно чуть аккуратнее мне кажется сыграть пока ждешь алхимика лишний раз не видеть называется стану они кстати развели на равагу тайда ну в целом сейчас алхимик свои с и слоты купят можно пойти и попиздиться типа вместо бкб например можно купить и кирасу какую-нибудь или сашу я не но бкб тот обязательно на тайну цели на драф ну я имею ввиду что вот по тайминг пока ра не трава не хуйня на тебя просто убьет шторм шторм пугнутом текис так ну на вышку нападают пока так сказать по таймингу не трава ги сам спросим не особо боится в баклане на пол ядра прыжок от текиса неплохо карла стоит так что не понимаю что происходит пайп работает умирает текис услышал химик бкб не нажимал возможно его и нет не нажимал по деньгам уже нет из-за ларлам погони у него маны нет и таки друзья этот момент на котором team spirit непосредственно при боли эту игру до вы видели марии алхимику с несли там процентов 60 хп бкб не было он выжил мне кажется у него реально какая-то саша я а реально бкб он просто вы не нажал и а у наверно прям сейчас прямо только принес да да не ну что ж но это джентльменский закуп такой я понимаю сам о мира слэйв на северца дэмиджа но одна фига его убьют конечно туда ты денешься сюда вот так вот она все есть дал дальше кирас он все хочет купить в этой игре ну если бы я услышал где-то краса но где пупуристолов ну может там и говорил сразу кто-то можно поставить жопу сказать что там ни разу не употреблено слова кираса но можно а вот это такое и в тифе в те глиф нажали потому что бэкдор протекция должна включиться но бэкдор кстати не поможет быть визажа алхимика они через бэкдор это сломают вот как бы без вариков да просто минус сторона у spirit на первой карте ёлы-палы ну ёлы-палы слушай вот это драфт который типа они спасли алхимиком на самом деле алхимик ну им должен был здесь заходить непонятно нахуя забанили антимага и лансеры на ласт садии спириты лансер точно не понятно если как бы у них все против этого есть не не ну антимаг был бы неплохо антимаг пришел на гадах хорошо стоял бы алхимик супер сильно напрашивался и непонятно это единственный шанс хоть как-то спасти а драфт и чтобы он выглядел более-менее цельно у экзекрейшн при хорошем исполнении исполнили они нормально и у них все получается ну да лягушка конечно в темп алхимика и никогда не сможет поспеть лучший бы ей-богу чел купил вместо аганима на визаже себе эти обрабаны барабаны да ну да на самом деле да это вероятно их купил у sky mac где попчу бы и нет при доминации я таро докопался я подумал что это второй скилл венге а это шторм летит блин второй скилл венге вы его в террорах его ручь ну так хотя может и не ждут упадают но ларла на коллапса пытаются про есть алхимика это уже это момент ёпта мать все потратили в алхимика пол хп только смогли ему отнять он начинает жесткой регионе же птицами и наливает за птицами жестко заставил всех визажист у нас минус течка я таро бкб нажал все нажал уже нет ничего не бкб ни одного ульта не второго да и они даже не близко просто спирит не смогли никого убить вот прямо сейчас попробовать забрать хотя бы лича но неповадно было задротство до саленс еще хотя карла вроде сигнал хорошо вроде может погибнуть нет карла не погибнет что погибает ларл и уютера проблем за ним погоня боб уже здесь ждет dark pact прыгает на период блочит проход задротство дротство и спирит наверное обескуражда немного происходящим но и поэтому не пишут гг но вообще-то говоря это как бгг а если 11 будет помимо того что ставочка зайдет что там по раскладам надо боя позвонить он расскажет что про залом вообще у спирит будет 9 и есть вероятность некоторых переигровок за венера теперь не могут вы на самом деле если я один раз посмотрю сам об саре я все пойму не там садик гореть ситуация такая что не примут за секунду не просто понять там очень много одинаковых примерно поинта потом команды играет друг с другом еще все подряд ну а вован да есть такое тоже что сложишься под утро то типа надо 9 часов спать если ложишься до полуночи то и 7 может хватить вот в рейтинг и пошел убивают петушка как бы можно сказать что до драки но плана не до драки драка идет пугну разменяли пугнут бакет пушка тоже нет 44 остались пока что палос гоняется просто за ядра но это очень не лучшая идея то что я то все свалит провага от коллапса но там на бэк-лайне визаж с личом просто всех убивали тут можно покинуть эту партию коллапс уже без роваги до ядра не отпускают коллапса тоже не отпустят он пытается как-то карла прогреть но садятся птицы ему на лицо палос машет ручкой одновременно заряжает пивко наливает пивку коллапс погибает спирит выглядит как будто бы у них идет стадия отрицания сейчас нихуя себе как блин там реально бегу этом сложно вот прям с насколько понять чего происходит немного сложно то есть я там очень много раскладов может быть не ну там мы довольно удобный расклад в группе b вот там типа ажуры и на ус между собой прям играют а они типа имеют по 5 побед ну типа егай понятно вылетели и вот эти две команды в зоне вылета и панд 6 есть побед анды с бледами но по сути все четыре команды как-то могут в группе беда а в группе а какая-то мешанина посмотрим на группу а группе бы расклады особо не нужны в аван готов расклады по группе а думаю у него готова уже сетка плей-оффа со сценарием пизда как тим спирит сосуд то так а вот тебя прям видно душа болит в этом сообщении он такой проснулся в пять утра говорит посмотрю как спириты ебут а ебут они жопой и он такой вот так сосуд слушает киберспрут киберспорт не такие ты и слабые оппоненты эти дали рум сервис только не по телефону пицца пицца я могу идти из руксер все пиццу заказать хочешь нахуй дорого ой все я тора уже в тильте он погибает здесь ультима отличающая пошел нам умирает также текис у него байбэк есть но контакта ведь себе сарка все равно вряд ли что-то получится ты со сларком тоже ничего не получалось крайне говоря но без ларк ты и вовсе алас долбит по вышке вот бы кто кинул медальку говорит на меня вот и кинули на него медальку тем временем делаются мега крепостики потихоньку спирита не отдают ни сантиметр противнику впрочем уже давно гораздо больше они отдали если не сказать что взяли у меня крепы 15 секунд до сларка жду от спирита появления сарка чтобы дать последний бой судьбе все палец готов похоже отдать свой аегис потому что говорит заебал он меня без пт скорость атаки маленькая пока он там отдавал аегис где-то пуган просто сдоху так с проблемой после байбэка так что не появится вторым остается спирт есть рэвидж можно его случае чего и нажать и тора пытается кого-нибудь убить горит когда хоть поправить не за прыгает в химик астаки набирает с него но все выглядит это конечно довольно смешно и вот сейчас куча дамы джа от экзекрэйш и несмотря на то что раба гоножали спирит никого не могут убить теперь пишут гага сдаются покидают игру и на первых карте они проебали ну там еще по мелочи вори можно без блинка гарпун достаточно к стране шимеет можно этого башер но кстати они придумали героя с дэмэджом в купол потому что это просто щитки на воида ларл может под своим щитом и щитом дарксира просто влететь в купол из чего там стать пожечь людей вы после купола добить их плюс можно вакуум сделать в купол туда-сюда не это не это неплохо это нормально это что-то из репертуара этих мвп феникс то есть вои дарксир знаю мне нравится драфт экзекрэйшн больше не мне тоже но у спирит надежный если что это надежный драфт я верю в успех о ваван сбоку с богом ладно это скажу напоследок слова великого пробуем удачи да а кто-то сказал папич вряд ли будешь у но слушай да вы выключили бы она ой мирослав но слэйф . с руки это миллиметраж уже называют да это там макс рэндж ребят на пикселя если бы киски подняли бы ум с на 5 она 2 на 1 жал да возможно что его делать когда эмберы фиксанут ну на этом турнире его уже вряд ли фиксанут пока об этом задумываться рано но потом посмотрим думаю если что что никаких патчей мы в доте не увидим уже до августа просто там ну может микро патчей ларли мажор пришел добычу собирать от ли это того гостей вот этого тоже шанса шанса нет разгона до когда огромной поэтому тоже здесь должен погибать ими пушка еще и помними пушка один-то не поумнел он он не поумнел то что ушел из радиуса видимо не хотел так лару ебет ирана ларла пиздил я не знаю а я не знаю кто на ларлы пиздит постоянно это злые языки чувак любой кто пиздит на ларла он не разбирается в доте это мое заявление просто не шарит вообще даже но не все верят в бога вообще можно меня можно не верить но находишься понял понял так мир слэй погибается боб ларл страдать лар надо уходить плевок за ним долетая да но нормальный это расставить крона это дэмэдж но просто какой-то дэмэдж есть там не такие-то толстые герои убивают шторма нормально это очень-очень солидно перетянулся здесь на кэри иногда бывает кэри не дождешься вообще всю жизнь он пришел помог так лару аккуратненько там могут и трахнуть коллапс влетает сюда вакуум найс стенка норм шанс убегает абадона центре этого замеса в ультимейте уже потеря 2 вышку ходит но потеря 2 вышку на за ним не пойдут бои бы это у джи в лучшие годы ломанулись бы возможно но тут со спирта не могу на очки может быть она и правильно но ребят спирт выигрывает эту игру потихонечку я думаю что вряд ли они проиграют у них слишком хорошо все воида у эмбера дарксира тоже на самом деле шикарная ситуация дар дарксира штор спирт вот прилетел глобал наибали что делать пока норма ну пока норма сам его никто не бьет он просто улетел он заскамил карла говорит пойдем хуярится карла карла давай говорит вот мы и похуялись собственно брат брат я еду брат вот это вот история пабло а у детей то нет щитки на себя кидать крюшка превратился понимает еще и оттупил да экзекрэйшен посыпались на 2 сожалению для них но к счастью для спирит потому что им по идее лау ебет там конечно не одна команда не устоит ну да ларла то возможно единственный игрок которого данька бы вместо себя в мид поставил скорее всего и бездели бы туда и на ларла и на даньку который типа на другой позиции не освоился и рак коллапс нажимает бежал правда и шанс куда-то на борт он побежал стрела выворачивает от нее шанс полисомансит здесь уже боб вакуум бласт пошел ларл выживает у экзекрэйшен маловато контроля тоже надо это понимать есть шторм и брат ром ну а по глобал и храна сфера это минус шторм будет хоть ими полага носил дэмэдж крона он не доставал по ходу тычкой но видимо нет там держал поют герой с ренджом 400 бы доставал папа здесь это рады ультимы аудитор не умрет да ладно ну и говно по-другому и не назову эту ситуацию нелепые какая-то смерть от но там же тупо мимо пробегал человек а и это уже на задел прощение что это мог сразу же дать таймволк но он решил подраться шансы бегать у сана брат ромя приятно ибо нет не погибает щиток нет шторм когда летает очень ставится стенка очень неприятно палас подрубает ультимет дерется то ли с иллюзиями то ли 7 не могу понять но это момент о котором его избивает вот эта иллюзия на абадон на это она просто его зуба враг она его разъебал он погибает и таки друзья это был момент на котором экзекрэйшн прогибали эту игру майбеки вас имеются какие-то экзекрэйшн если оборону на базе придется держать но я думаю что спирит должны сначала рошана дождаться перед тем как уже на базу брать так нападение между против на лару глобал раз пера стоит боб боб нападает там на баклане на коллапсы коллапса людей стяжка стенка ой какой же секс здесь происходит боб могите палас убегает в ультимейте палыч я хочу назвать его палыч палыч хорошо палыч убегает в ультимейте визаж пока что спрятался в шарт байбэк от спиртбрэйкер он убегает сами на баклайне пытается придумать но ему больно очень пугнут тоже байбэкается но какой-то конвейер здесь от экзекрэйшн то что у них уже люди закончились палас поехал шторм мимо разгон взял братрум на коллапс как убегает на развороте бьют братрума хороший вакуум опять же много дамаджа там от эмбер спирита почиточками все убегают каким-то образом и к свечам все никто не умирает вот сейчас просто просто погибнет кэри абадон кусок говна кэри абадон до худший герой как сейчас я не спорю лучше бы они взяли в к ясно спорю ну то есть как будто расстояние большое да не прям так мало карта мира от географическая которая обычно везде можно увидеть она с наебкой сюрпризом а мы как раз около экватора то самое большое все что около экватора все большое расстояние выглядит как будто вот тут маленькая что-то все на гренландию бать здоровая на карте гренландии больше африк если что на обычной но это вообще не то на карте африка типа россия в два раза больше африки да на самом деле а африка в два раза больше россии а а ой пишите gg ездере здесь без шансов ну нелевая ты где creation как же игра до конца потому что это их последняя игра на экваторе самые большие члены но я где-то читал что типа в эквадоре самые большие в среднем ну не верю на самом деле этим исследованием да это странно следует гнило и как можно просить к исследования за что взяли члены всех людей померили как дрочили ну типа чтобы они в стоячем это бред как это можно сделать как чушь какая-то а людей опрашивать но это гнило опрашивать это да конечно да у меня 40 вот так уленька вот так уленька вообще атаку сечка понять это все можно но кстати они типа вот экзекрешен пытаются последний их шанс и есть ворваться на этого рошана но правда палец нас того чтобы бежать с команды бьет крипов пуган почему-то сосет рошан уже погиб но экзекрешен могут все он попробовать напасть здесь может быть противник как-то разделится мне крот сыграть то не зайдет в портал и вы сможете подловить коллапс так но тут кастуются скиллы очевидно экзекрешен понимают что противники тут они даже покликали мирослав вышел из мака готов подставиться за что войд пошел просто искать оппонентов понимает что они где-то тут форм полетел вместе с барышем нападают на мирослав мирослав себя был поднимает коллапс поставил стенку стяжку нормально много дэнджа и тора пока что без кроссфера судя по всему режиссер заперчь не это сейчас проведет скопировал так у режиссера 12 замерили понятно кстати это это честный замера а то там что-то было два четыре шесть и тому у всех было дохуя а вот это честный по одному да минус абордон вот тут у всех по 10 по 11 что-то сидят эти экзекрешен почему-то в этой игре не могу этого понять вот после играм мы будем играть до конца чувак конец уже настал блин надеетесь что у них у всех интернет дроп из того что на экваторе расстояние большие и в челюсть в чате челс с ником небритый ананас написал экваторе сам большие члены и понеслось и вот мы в этой точке я пытаюсь понять почему эти крыши не ливну то уж да поэтому я уже давно не не смотрю я все еще в этой точке если честно это я уже не смотрю это не серьезно там уже давно поролевать а так это возможно их последние секундочки на турнире да это не но типы чо объясним просто я хочу чтобы тебя подольше ссали типа приедут последние секунды бои типа надо еще немного дождь на боли заебал а так я бы теплый будет понял ну ладно